Бугатти готовит гиперкар за 10 миллионов долларов. Искусство неловкого молчания. Тайное оружие Илона Маска и Стива Джобса. Бугатти готовит гиперкар за 10 миллионов долларов. Новая эксклюзивная модель Бугатти, разработка которой уже идет, может стать вторым по дороговизне творением компании. Цена новинки превысит 10 миллионов долларов. Это будет родстер. Однако товарная машина явит собой нечто большее, чем просто Чейрон без крыши. Предположительно, дизайн гиперкара выполнят в стиле экспериментального Вейрон Барчетто, одного из проектов Бугатти, так и не прошедших в серию. Бугатти Чейрон уже успел стать основой для создания уникальных модификаций и самостоятельных версий. В их числе Чейрон Пюр Спорт, Супер Спорт 300+, и Дива. Особое место в линейке занимает модель Ла Войчер Нойер, выпущенная в единственном экземпляре и заявленной стоимости в рекордные 16 миллионов 700 тысяч евро. О технической начинке нового гиперкара не сообщается, но она с высокой степенью вероятности полностью унаследует агрегаты и решения у других версий Чейрон. На данный момент самой мощной моделью Бугатти является модификация Супер Спорт 300+, чей двигатель W16 объемом 8 литров с четырьмя турбонагнетателями форсирован с 1500 до 1600 лошадиных сил. Искусство неловкого молчания. Тайное оружие Илона Маска и Стива Джобса. Илон Маск и Стив Джобс – общепризнанные гении, вне зависимости от вашего персонального отношения к ним. Благодаря своему умению критически мыслить, обрабатывать информацию и извлекать из нее правильные выводы, они построили компании с оценкой в миллиарды долларов. Но у основателей Тесла и Эппл есть еще кое-что общее. Оба бизнесмена придерживались правила неловкого молчания. Это правило очень простое. Когда вам задают сложный вопрос, нужно не торопиться с ответом, а взять паузу и глубоко обдумать свои слова. Однако речь идет не о короткой паузе. Между вопросами и ответом может пройти 5, 10, а то и 15 секунд. Если вы раньше никогда этого не практиковали, то на первых порах будете ощущать себя неловко. Инженер и бывший астронавт Гайрет Райзман, который покинул НАСА, чтобы присоединиться к проекту SpaceX, в своем недавнем интервью рассказал, как эту технику использует Илон Маск. Если вы зададите ему серьезный вопрос, он сначала обдумает его, полностью погрузится в свои мысли, почти войдет в транс и будет при этом смотреть в никуда. Вы даже почувствуете, как в его голове крутятся шестеренки. Он сосредоточит весь свой могучий интеллект на этом конкретном вопросе. Заметить эту особенность можно чуть ли не в каждом интервью Маска. Почти всегда ему нужно 5-15 секунд. Чтобы сформулировать ответ на вопрос, известно, что соучредитель Apple, Стив Джобс, практиковал то же самое. Шел 1997 год, и Джобс только вернулся в Apple спустя почти 10 лет после ухода из компании. Когда он отвечал на вопросы в рамках всемирной конференции для разработчиков, один из зрителей вдруг выпалил. Вы не знаете, о чем вы говорите. И саркастически поинтересовался, над чем Стив работал последние 7 лет. Что ответил Джобс? Он сделал глоток воды и присел, задумался на долгие 10 секунд. Коротко пошутил, затем снова взял паузу, на этот раз на 8 секунд. После этого почти 20-ти секундного неловкого молчания, которое понадобилось ему для обдумывания вопроса и критики в свой адрес, Джобс мастерски ответил на оскорбление. Как показывают эти примеры, правило неловкого молчания – отличный инструмент критического мышления. Эта техника помогает сформулировать более глубокий и продуманный ответ, добраться до корня проблемы и осмыслить ее. Но правило неловкого молчания дает вам еще одно очень важное преимущество, которое во многом связано с тем, как наш мозг обрабатывает эмоции. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Обязательно поставьте этому видео лайк. Огромное спасибо, что вы даете обратную связь под каждым выпуском, пишите свои комментарии, это для нас очень ценно. Обязательно продолжайте в том же духе и приглашайте своих друзей посмотреть наш выпуск. Обязательно подпишитесь на все наши каналы, ссылки будут в описании. На этом я буду с вами прощаться, берегите себя и своих близких, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!